ку-ку нас слышно видно солнце светит прямо в глаза неудобно я в себя сейчас снимаю привет всем вы вошли в эфир мы находимся в девятом секторе 10 секторе пляж гофра команда big fish престижи и теперь иди сюда улыбайся да почему опять я я себя уже видел зеркале сегодня опа давай мы развернемся чтоб солнце на тебя падало они от тебя мы держимся хоть и без рыбы пока ну не вы одни как говорится звезда в шоке звезда в шоке и у нас сейчас таких звезд минимум девять штук я думаю если не 10 я не я прекрасно понимаю что не легче знать что вот серёжа пишут слышно и видно замечательно нас слышно видно вот наша команда больше рыбы и престижи мы не сдаемся мы до победного все правильно как вам отступать некуда за вами сады москвы нет полен и а это тоже сейчас олег теорию еще одну выдвинул это ваше предположение приехали сюда птицы 1 на 1 сидели мертвых лы и полуживые скоты уже не смогли улететь сажали много было птиц такие ну не у нас они есть и у нас тоже мы минимум три штук я нашел вообще в целом давление давление я я вам скажу честно мое личное мнение что это просто что называется стечение многих совершенно разных подъем воды подъем воды смена погоды резкая с дождей на солнце уровень воды вот это вот то что вы видите смыла в воду химию с полей с лесов и садов то есть в общем то возможно все это вместе в куче сыграла вот такую роль а и и за вашу теорию в общем то выступает западный берег плане того что там за их спиной нет нечему стекать воду почему-то как бы не так давно несколько дней там перед соревнованиями буквально химию не только у вас рядом работать нет возможности затопленные деревья камни сразу зацепы обрыва чуть дальше уже там глубина сразу на 50 60 метров кидаешь 78 и пошло на 80 метрах уже по 10 ну сапе есть несколько северов 10 метров у них дистанция где они работают ну это скажу иначе по теории вероятности по логике вообще за пять дней хоть одна должна была хотя бы пик 0 а у сычи и самый вообще ничего потому что там хотя бы это живность нас было только вот позавчера когда после дождя давление чуть спала резко спала до пяти утра 3 поклевки 3 карпа достали все незачетные и утром опять давление вверх пошло и опять обрезала я отгрешу как бы на давление как бы мое мнение такое что давление высокая рыба в определенных слоях стоит и не вниз неудобно опускаться и пробовали зи крик делать и все остальное ну как-то результата пока нет на в гостях обычно 20 какая ложка если половник то да и точки у нас одна на 70 другая на 80 дальше тоже не видел смысла залази большие глубины на 100 метрах 13 глубина не ребят понимать тут в чем же проблема одна из теории еще одна из теорий да которая говорит о том что из-за подъема воды рыба не успела акклиматизироваться и подняться ближе берегу у нее кормовой базы здесь столько стало что это очень много корма естественно всяких лукашек червячков я так думаю посмывала то что естественного корма может не но смотри ну мы бывали в местах и было много корма все но хотя бы какие-то подвижки какая-то реакция была у рыбы не буря не сама 0 ну я тебе скажу так вот смотри то что происходит в секторе кричевича на креме они специально двух самов не отпустили из пойманной 35 штук до для того чтобы громче говорите андрюша дело в том что это же телефон у него нет у нас нового микрофона к сожалению поэтому не у нас силы есть еще громче говорить кому-то поэтому орать я например не могу я уже хрип давно мое ладно значит ребята будут громче говорить андрюха просто встав себе надо в ухо наушник и ты будешь слышать громче так они посмотрели чем сом какает так вот один сом который был взят скажем с правой с северной стороны он какал четко их прикормкой в большом количестве а второй какал сардинами что говорит то что сом там стоит и жрет сардину которая там скорее всего стоит на вот этом самом вулканчике которые про который нам много раз говорил минахин а мне большое жерло где теплая вода как бы ни было статистика говорит что рыбная здесь нежелательно но они тоже тоже поняли что рыбная очень любят сколько было команд здесь приезжали мы на рыбном всех порвем и конечно мы коже жень смотри ну они ничем не отличаются я не говорю что отличается не послушаем они отличаются от нас потому что когда мы начинали ездить за рубеж в то мы все везли с собой я же говорю просто подтверждает еще осема вам пишет не падать духом я просто подтверждаю что у вас все впереди это не работает ну это семница у вас все впереди а да 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 все во приезд помогай да сема ты главный тренер ты где команда без тренера просто вот зашивается и слышал всем а как они тебя плющат все хорошо все отлично как говорится и и на старуху бывает экшена экшена не хватает просто сейчас мы сделаем немножко 3 да у нас тут вся пара и аппаратура при нем не приняла грани фантастики как мы сейчас сделаем вам прямо этот я тут нет ни они снимают а что можно и не убирать ничего мне принципе фиолетовая в этом должен быть порядок на местах рабочих кстати то что там артем предлагал делать разные конкурсы ну чтобы было интереснее включая на приколку за самый чистый сектор или там за самый грязный сектор самую большую рыбу самую маленькую рыбу на самый средний сектор какая красота блин кустину просто красота плане природы отдыха вообще то что доктор прописал остальное всем опишет я не специально специально специально-специально нечего тут придумывать следующий знал кому ты тянешь не в конце концов будет отчитываться я вам скажу что вы знаете наверно все таки это благодаря вот этим эфиром понятно я получаю огромное количество запросов на дружбу и плюс к этому я стал получать очень большое количество вопросов а можно ли принять участие в вашем турнире и вопросы которые получая из голландии из южной африки из германии то есть народ на вот этих стримах как бы заинтересовался всем этим процессом артема тоже обещал подтянуть народ чемпионов но смотри есть один нюанс который сказал и артем и рома и васишин они сказали одно и то же слово в слово что пока мы не решим проблему с сетевиками к сожалению они не могут приглашать из призывать людей ехать сюда потому что люди приедут сядут и вот это вот зараза тут станет прямо напротив но если сетевики стали на против сектора это значит что есть рыба там всем опиши зато трезвые у нас за пять дней от вас эти не поставили а вот да она честно наверно все таки рыба уже двинулась туда не только карп я имею ввиду ближе на полу к нересту да 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 у вас телефон смотри там четко видно что и скорее всего идет нерест либо сардины либо сама может быть карт начал но просто что учитывая что сом набивает друга сердиноч на там сейчас тусуется наверное саму до есть и кушать но почему-то он предпочитает бойловые команды кричевич да в принципе кстати это тоже плюс это говорит о том чтобы программа рабочая рассказал когда организуйте самовый турнир не знаю что то что можно все таки надо раньше проводить все таки начало января я не думал что была бы какая-то грязь посмотрел статистику наших соревнований начиная с 2007 года посмотрел что мы у нас были провальные и конец декабря и начало января у нас это нет четкой статистики по пока до сожалению пока эти самые провальные если учитывать средний вес на каждую команду потому что я так обычно всегда считают я не беру общий вес или призовые места это не стандартно но я просто беру общий вес пойманы всеми делю на количество команд ну какой средний вес на одну команду сейчас ну как бы сейчас точно не знаю но было восемь с половиной килограмм на команду а было у нас минимум за всю историю 11 килограмм на команду минимум как бы сутки есть поднять я очень надеюсь что команды помогут эту статистику как бы хотя бы подогнать к самым худшим нашим минимальным и мы здесь не побьем рекорды этой ночью давление падает может ночью что-то пойдет но пока до сегодняшняя ночь не одна ночь не работала ни у кого вас работа не зачет они зачет из двух до пяти утра ну все-таки потому что остальные ночью все спят не почему артем же говорил не на той стороне что там у них было там была одна полная рыба это не зачет ну как говорится можете передать приветы родственникам близким потому что те кто не видит сейчас прямом эфире увидят записи по-любому я думаю вам будет приятно на себя посмотреть или не приятно не ну почему по-любому приятно завучено себя родного видишь улыбайся прямом эфире пока эти записи можно не улыбаться вот к нам сейчас приезжал девятый канал вы видели как бы пообщались чем будет интересно потом посмотреть на программу которая не сделала там всегда хорошо делать не знаю ты знаешь засняли потому что команда car pro она у нас палочка выручалочка они поймали рыбу после взвешивания уже и у них она была в мешке поэтому когда рыба мнение кто не рвнул это было до приезда на пота рыба была в мешке а им же было важно заснять именно судейский вот подход судьи пришли все все вот вокруг поймал отпусти да конечно поэтому это у них получилось и они были очень рады слава богу хоть что-то с ним вот ну в общем блин все таки я бы здесь сам бы честно неделю сесть вот компании вот тогда я без компании поверь яду я вообще просто говоришь вопрос вот утром именно тишина такая просто вот я сказал честно реально тяжело поверить в то что еще буквально две недели назад когда мы здесь были достав маленькие когда мы были на предварительной разметки перед галийским карпом вот эти кусты были снаружи извините они не были воды то что пытались планировали обрезать или всем опять ребята улыбайтесь за хмурые рожи у вас я с ним потом поговорю всем а бойся тяжело улыбаться когда ты четыре дня не делаешь все ты уже хотя бы одну из нуля чтобы рыба престижа так сказать она команде престиж рыбу престиж а я же говорю что у меня ситуация очень неприятная потому что я как раз когда подхожу в кричевиче приношу им сама очередного значит я уже когда подходил я видел у них испуг в глазах и он было правда 35 ну так хотя бы экшен ни одного усача только сама ну хотя бы они все как близнецы могут один тот же сон который просто вот в наглую каждый раз хавает и вешается я думаю что это еще не финал причем что они уже ушли они уже ушли от рыбной прикормки ребята приехали со своей программы которая работает во всем в европе в африке программа основанная на рыбном мясном приехали к евреям еврейская рыба сказала что я конечно тоже очень люблю это но есть еще у меня есть сосед который в общем-то мешает и больше любит рыбное мясное чем я поэтому как бы они от рыбной ушли но вы знаете сам если пришел ждать пока он то есть если бы это было скажем первый день до в конце первого дня сменили бы программу шли бы на псы пуху на сладкая но он еще два дня там потусовался свалил и все но часто уже ну как бы очень тяжело его отманить от этой точки заставить оттуда свалить на ошибках учишься а может быть сработало бы кто узнает нет ну как бы да и тем более что люди уверены в своей программе эта программа которую они откатали и опробовали на кучи водоема в общем-то я не считали что этого дверь не сильно отличается от африки той же но видите отличается немножко зимка нас смотрит у меня привет и сетевики да у нас на сетевики это конечно геморройная проблема но и тысячи любители тоже извиняюсь как бы вам то не вот ставили вот здесь сегодня какой-то лодочник собакам прикол все удилища наши тут непонятно место абориген какая у него как я ли какой-то непонятная каяния собаки с ним одна по берегу бежала другая по воде относительно бро бри бред ним так двойная защита я дружки поймали потом чем еще поймали вас помпа поймали и критико вытаскивает только не вытаскивала красота хозяин жив-здоров там я помню потерял за без ушек или очки покажите покажите на кадр может найдется хозяин очки размеры новые ботинки сорок шестой так ну это немножко не мой размер но может подавленных ты оставил здесь что они мы тоже были как лыжи не вернулся и очки остались понятно ну ладно ребята не я не желаю вам вытащить то что там осталось воде еще от этого пловца что могу пожелать как всегда них и ночи господи ты нас слышишь плохо молимся плохо молимся старались да я я знаю что сейчас вот четко можно сказать что те люди которые участвуют сейчас сейчас в соревнованиях я в принципе не вижу случайных людей то есть это уже люди которые больные и которые хотя вот сейчас у нас поступило извести что команда помпи снимается мы же знаем помпи мы знаем что помпи у нас обычно если у него не клюет что-то какой смысл сидеть до конца все нож первое место не мы этого не понимаем но по большому счету чек заплатил за участие то что он потребовал деньги назад он сделал свой вклад в призовой фонд а то что он уехал но такой по характеру он очень сильно начинает нервничать на третий четвертый день ломать удочки ну удочки там не знаю что он ломает но просто к сожалению не вот такое часто бывает такое что у него просто по здоровью было несколько раз когда плохо ему было вам чтобы здорово все все мы договорился с небесной канцелярии да смотри его за язык никто не пишут через час ждите темочка за язык тебя никто не стянул ни за какие другие части тела тебя тоже не тянули окончание турнира не будет рыбы у нас мешочки причем зачетный у тебя тоже чего-то не будет миша молиться тогда уже более подробно и тогда считаю что виза в израильте я закрыта встретил как положено обогрели обобрали подогрели ну хорошо ребята в общем туда я пойду дальше по любому я сегодня буду по темноте уже ходить по командам сейчас перфектом джеты но в конце концов я посмотрю что когда я делал командам у steam она даже к лучшему вышло потому что я был в палатке там было освещение как бы я поймал несколько моментов в белорусов очень красиво это снял закат у них и я не помню три или четыре можно таблицу посмотреть последний аж посылал там написано сколько у них рыб ну асов по-любому никто не догонит румыны которые на втором месте идут еще есть шанс их догнать третьему месту wildcarp и могут их сбросить если поймают еще и сетей те становятся отеком продолжат ловить ну вот а там внутри там уже вообще там разницы по 80 грамм по 100 грамм там смешные разницы даже одна рыба весом там 980 грамм она уже может подбросить на четыре пункта в таблице сразу макаров вообще вообще не говорю с даником так как то мы тоже шли в 200 грамм на соревнованиях когда у нас палатка была на дереве на пальме да я не помню палатку на пальме заняли тогда второе место перефекты заняли первое а макаров точно точно подожди макаров по мо второе взял нет туда помню палатка на палатку на память не помню олег ко мне подходит утром рано 4 утра а мы сидели около работал ну как бы значит кровати прям поставили потому что здание лежала у нас уже 200 грамм разница и как бы подходит сергей палатка на пальме я смотрю на как у нас четырехместная такая синяя палатка 4 типа хагоровская не это сама она прямо на верхушке пальмы как ведь был очень сильный ветер а а в последнюю ночь приехали какие-то видать рыбаки а мы веревками все там затягивали по моему не обрезали веревки и что самое интересное складки все высыпалась а это все палатки кирдык и нам тогда как раз призыва форму досталась палатка видите как она все таки но ничего посмотрим многие хотят делать более 100 же в артем колесников смотри вот я сейчас был кричевич и у них положение то фиговая но нормально ребята оптимистичны позитивные конечно и вы и у них тоже на соревнованиях бывает команды с нулями и как бы даже на известных водоемах поэтому понятно что это первый их приезд сюда вспомнить приезда белорусов первый их приезд помните нет ну тогда все работали извините нас как бы фактически все их приезда нас не было соревнования где была такая вот задница как сейчас по крайней последние четыре года точно не было таких вот тяжелых именно в плане клёва но они же когда приехали первый раз они тоже приехали со своей водягой программой и как бы немножко второй раз уже было получше третий раз еще лучше как бы в итоге первое место в зоне у них и все нормально поэтому тоже вот у ребят из кричевище это первый их приезд где еще в январе покайфуешь да вот таким с такой погоды так что они когда приедутся в следующий раз уже сто процентов они будут знать как не надо ловить и срочно да вот и уже будет все по-другому что артем говорит надо делать соревнования приглашать чемпионов сделать турнир чемпионов пригласить сюда англию пригласить сюда францию то есть все страны которые были чемпионами хорватию провалиться так что закупить пару пулеметов поставить и отстреливать сетевиков или пару водолазов а с ними договориться бесполезно не с ними надо а не с кем же они никому не подчиняются каждый из них это свой это отдельный бизнес частный бизнес с кем ты можно договориться с профсоюзом у них есть профсоюзы там есть 5 ровно 5 этих промысловиков в этом профсоюзе все остальные по черному они даже не ведут никакой документацию они они не зафиксированы в налоговой если ты мог говорить про какие-то компенсации например да сказать ребята вот пять дней просто те же которые обычно посылки они же знаешь хотя бы до 100 метров от берега не ставить нет нет такого правила нет есть я когда в свое время я хотел себе права сделать на лодку в море ходить и как бы они распространяются и на кинеры 150 метров от берега нет ну сережа я же тоже это узнавал я разговаривал конкретно с мисс радовых акваут про все эти вопросы они сказали только в сезон купальный сезон и только напротив пляже которые официально объявлены как пляже для купания где есть будка спасателя вот напротив этой будки 30 метров вправо 30 метров влево до 300 метров от берега минимальное расстояние как только заканчивается купальный сезон это конец ноября и до считайте апреля нет а никакого ограничения по расстоянию но это к сожалению незаконно ты понимаешь да это уголовщина человек пришел к человеку который строит дом и начал потихонечку вынимать кирпичи и стены уж тебе стена мешает это нельзя делать потому что мы должны работать официально официально это единственный вариант а только пытаться с ними разговаривать как с людьми но к сожалению правильно или сколько раз минахи мы говорили он сказал там есть часть народа с которым просто не с кем говорить это люди ну сказать что они очень низкого интеллектуального уровня то начать ничего не сказать просто тупое быдло которая как бы ему лишь бы поскандалить и с кем-то поспорит если мне договорить и скажет давай мне бабки а нет проблем хорошо согласен бабки я дам ну ты мне только скажи сколько ты зарабатываешь официально покажи мне по бумагам сколько ты зарабатываешь денег а так как ты не подаешь никаких квитанций ничего в налоговую и не платишь налоги как я тебе дам компенсации может мне скажу и заработать миллион в неделю и черно слова тебя поверить вот в этом же вся проблема то же самое было проблема когда тысяч drilled году когда пытались закрыть они пытались выбить компенсацию свой закрываете дайте компенсации скале нет проблем дадим дайте нам бухгалтерские книги а а нету книг все закрывает глаза если мы нашли кого-то налоговой высокого каком товарища в которой с полномочиями который бы с нами был в хороших русских отношениях то никакая ниже никакой проблемы натравить налоговую на них не хотят их трогать как все время когда-то на той же самой гофре когда пришел какой-то мужик и сел у влади в секторе как сейчас помню и мы пошли к этому вкусе который был и я говорю вкусе вот полицию какую полицию полиция их боится тверян полиция не приедет просто она не хочет с ними связываться такие люди которые как бы по закону в принципе не имеешь права его выгнать он в своем праве а то что он хамло и мы ему говорим тут сектор тут спортсмены а мне пофиг и что ты мне сделай а ничего ты мне не сделал вот понимаешь поэтому говорю что когда есть кем разговаривать мы находим общий язык мы стараемся вести себя дипломатично не наглеть но к сожалению есть часть народа которая в общем то она просто неадекватно или показывать на счет на сереже посмотрю сереже добрый не улыбается не улыбаться навсегда жив дышишь улыбайся все ладно то вы так никогда не закончу с вами классно в каждом секторе не всегда с вами всеми очень хорошо хочется посидеть подольше но блин 25 команд только до чтобы я мог всех пройти либо как это дело в телевидении монтаж соревнования закончится команды останутся я пройдусь по секторам все ребята он был недавно здесь так что вот всем большое спасибо помашите вот андрей цирковым пишет привет помашите ручкой держимся уже с вами до встречи на в зале короче окей получается ворота которая до въезда нет если с той стороны дом если туда ехать тот займ займ там шлагбаум что просто шлагбаум с охранником все следующий стрим будет через 5 7 10 как получится покормиться хорошо хорошо я все скребать как с я Продолжение следует...